мы идем под шлагбаумом еще одно приключение выходного дня мы идем к черным кому гора черная мы идем но мы скорее всего не дойдем не потому что мы умрем а потому что там река плавать не хочется еще здесь нет связи вот и первая про таллинка про галенка проверим лед вот виднеется река широко и глубоко ну и река как вы видите не очень перемерзла то есть типа куда-то вот сюда наступить ёб твою мать можно вот еще один но но как-то вот так вот такой вот лед нормальные герои идут в обход и мы пошли искать тоже так себе перспектива но связь появилась тут небольшая два джи у мегафона 2 вообще не появился здесь есть костер надеюсь это не жертвоприношение просто грелся кто-то видно камни на льду это видимо кто-то проверял плотность льда ну и судя потому что вот 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 здесь я вижу воду плотность как бы ну типа так себе керлинг проверяем лед такими штуками так себе дальше более-менее короче вот где-то где-то вот здесь только тонко вокруг видимо проходить можно а вот и контент подвезли сергей евгеньевич поехали надо было брать санки пошли мы идем вверх по течению искать бороться искать найти и не сдаваться здесь здесь как бы лед выглядит лучше но с учетом того что переходить переходить больше меня эта ситуация пугает гораздо серьезнее может быть ну чё там пипец еще выше может там мысик какой-нибудь есть выше или как-нибудь уже пойдет после непродолжительных раздумий было принято решение взять палки и пойти попробовать все-таки перейти в том месте где кидал камни без приключений же скучно да здесь кстати видно следы от санок видимо от каких-то ну и вот так это должен контент если бы это был саша привет брат надо короче это разбежаться и на пузы на пусть и проехать тебя да если я замочу всего себя то типа хер с ним ниже по течению те туристы еще не уехали я кстати тоже уже аккуратно зашел сюда это очень интересно и очень страшно это очень длинный кадр просто потому чтобы вы понимали всю серьезность ситуации вайки вайки нам нужны лайки продолжение разблокируется после 2000 лойсов и 2000 на карту каждому каждому теплая одежда и сапоги ты близко к течению идешь иди вот напротив меня я потом за вещами придется возвращаться и лед не тряси на быстрее это делать я то бит такие телефон забираете так конечно быстрее переходи и все что-то молодцы мы молодцы реки ледяные нас не остановили но зачем кому-то понадобилось мостик делать зачем прекрасно умеем и всего этого я думаю что тут тоже нормальный поэтому не быть и сильный ветер ветер усиливается это хорошо потому что вода еще подмерзет и мы сможем вообще изи сухогорский камень мы нашли красный камень вот есть красная книга но есть красный камень и вот еще один если вы смотрели мы думаем что это не кровь мы надеемся но если вы смотрите как я сейчас сериал игра на выживание то удачи дальше мы идем тем больше воды русло такое вот и тут даже кажется что что она не очень замерзла лэп еще бы сотовую вышку воткнули прям хорошо было мегафон давайте сделаем красиво путь все интереснее через какие-то чащобы потому что там вода и толщину льда проверять еще раз не хочется так это все выглядит это писают просто люди которые боятся сильно ну и друзья да 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 надо еще попрыгать ну и друзья дисклаймер трюки выполнены профессионалами не повторять собственно потому что мы профессионалы но и тут типа река 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 не вот есть красный маркер говорит что ребята пора в лес погребу по ягоды так надо свериться с картой так я отлично карта как у нас видит как у нас видит медведь ведь и спит так зайдем скорее смотровая площадка всего 16 лет вообще где-то идем мы кстати идем правильно и где-то мы прошли тут база чуть меньше полпути стакан стакан наполовину пустыль на половину полон полпути обратно еще сидел потом смотрел бы сериальчик и снова какая-то проталина прогалина как называется в общем херня из воды которую надо обходить по лесу и снова водичка все как мы любим уже ну и мы вышли на развилку где есть прямо направо и еще на в общем и тут есть даже маркеры эти вот красные ленточки но есть вот такой вот указатель скальная смотровая площадка сухогорский камень 10 километров короче смотровая но мы нашли шерсти шерсть волка или медведя это интересно и очень страшно очки предательски запотевают поэтому заниматься туризмом в очках кое-себе мы нашли бивуак сейчас будем бивуачить здесь была крыша был видимо стол стул вот стул вот скамейка или диван термос немножко отпутел отплакал главное открыть разлить залить и не пролить модная кружечка кстати ребята лазер гилд делают не кружки кожаные плетки зачем они нужны для того чтобы было не холодно не холодно не жарко держать кружку это прикольно спасибо вот так и не называются привал окончен на пилите пилит еще и все в горку поэтому поэтому надо идти мы нашли табличку на вершины причем табличка табличка номер три а до вершины 2 как это работает я не знаю сверимся с картой мы типа близко но но в гору короче где-то кутру будем не поминайте лихом но если гора вот вот настолько вверх вот настолько она вниз прям катиться можно на ночках долго и хорошо приятно мне кажется мы идем уже месяц вверх 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 ну и маленький лайфхак очки не запутеют если они в кармане мы проделали огромный путь и здесь как бы такое плато а вот туда вот вверх типа еще можно зачем-то лезть я так понимаю что нам туда ну и типа мы рядом рядом но я чувствую это будет пипец как интересно сказать что мы устали это прям ничего не сказать вот оттуда мы шли это тот самый случай когда когда надо было провалиться немножко под лед намочить ноги поехать домой они вот это вот все потому что нам еще вот куда-то вот туда я не уверен что там настолько красиво насколько уже я устал спасите меня пожалуйста здесь видимо был какой-то пожар лесной мы тут мы видим табличку в общем есть версия что вот эта вот штука вот с этим по пологом есть смотровая площадка и смотреть здесь вот куда-то куда-то вот туда и столько страданий риска жизнью нет база то есть все это время мы шли не туда искали базу хорошо что мы не искали базу и вот такой вот легонький подъем я надеюсь оно того стоит ну и до смотровая площадка была именно так которую мы думали сейчас посмотрим на черную скалу осталось чуть-чуть и и там еще один подъем круто поддерживаю предыдущего оратора и 500 500 метров еще всего вот туда я надеюсь что вот это она дальше идти не надо будет сказать что я устал это ничего не сказать сергей не пошел правильный сделал двигаю дальше в общем там была не эта скала не тот камень вот еще какая-то и дорожка идет туда надеюсь это последний подъем на сегодня в общем там тоже было не то вот если вот такая вот скала тут что-то есть в общем надеюсь что что это все потому что дальше это уже не вывозимая коляска ну и судя по всему я на месте вот так вот выглядит панорама с высоты черного камня черной скалы короче как бы это херня не называлась ну красиво да но когда ты понимаешь сколько сил было потрачено то такое выражение лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал скажу сейчас может быть какую-то крамольную штуку но да красиво но все горы примерно одинаковые ну то есть его панорама лес облака гора может быть это просто не мое в общем сказать что обратно двигаться гораздо легче чем туда потому что за горки сейчас в общем сказать что это легче это ничего не сказать ну и второй раз уже просто на скиле тут накидали камней вот глубоко папа 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 ну что друзья мы благополучно вернулись пара в парковку в лагерь спустились вот еще один гештальт закрыт ачивка получена черный камень покорен приедем ли мы сюда снова мне кажется типа вряд ли но но мы здесь были поэтому друзья я очень рад если мои наши путешествия они кого-то мотивируют если кого-нибудь убить то мы сюда приедем обязательно вот если кого-то мотивирует путешествие но я считаю что обратная связь от путешествия это не только смотивировать кого-то пойти куда-то но и предупредить кого-то что куда-то может быть ходить не стоит а вот кому стоит пойти на черный камень если у вас дофига здоровья собственно и нечего делать то пожалуйста идите туда если здоровья не очень много и вы хотите просто прогуляться там семьей на лайте как-то вот может быть самостоятельно то наверное все таки блины как-то они попсовее но это тот маршрут где можно и пофоткаться и он легкий а черный камень но это немножко выше среднего это такой конжак миниатюре марафон конжака не гора ну что ж пока увидимся в следующих приключениях ну и еще один момент у базы серебрянский камень связи нет совсем не мегафон не телева здесь не ловят абсолютно ничего дальше по маршруту к черному камню есть 2g у мегафона ну и на самом черном камне есть 3g от мегафона поэтому если вы оказались здесь и вам нужно позвонить добро пожаловать на черный камень да идите до котлыма я до котлыма блеще кстати кстати да я бы пошел до котлыма пешком и Субтитры сделал DimaTorzok